доброе утро доброе самое доброе утро на улице солнышко у нас конечно третий день подряд просто погода супер замечательная да моя солнышко да у нас вчера 25 сегодня должно быть 25 ну прям теплым теплым все по раздевались прям ну как летом мои уже кусты и желтые зацвели до девчоночка пришла пришла моя девчоночка сейчас цветочки побрызгаем теперь у нас утро начинается с цветочков побрызгаем им тут хорошо уже какие почки почки какие на пленчики а это прыгает везде за мной куда я туда и она сегодня я сплю и не пойму что такое она прилезла ко мне и целует меня в глаза прямо вот лезет своим носиком и целует меня в глаза просыпайся хозяйка просыпайся сколько можно спать да давай просыпайся почухай меня почухай я так люблю чтоб ты меня почухала то у тима или потусечка боже мой какие они все хорошие эти животные мы гуляем в парке со славочкой а там вот многие вчера даже с кошкой гуляли на поводочке в основном уже все с собачками но такие собачки хорошие такие все ласковые только ее позовешь а на прям а тебе хвостиком машет и такая просто 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 такие не все ласковые какие они хорошие даже крупные собаки идут и те такие вот но замечательные просто замечательные я бочки Да, мои хорошие. Так, сейчас мы с тобой пойдём попьём кофеёчку. Ну, что ты на меня опять лапку тянешь? Опять лапочку тянешь, опять лапочку. Ты моя лапотусечка. Ой, лазочки закрыла, лазочки закрыла. Ой, такая хорошая девочка. Мы ж не планировали, совсем не планировали кошечку такую. Да, совсем другую хотели. А теперь вот раз и пришла к нам такая красота. И пришла вот так, вот так. Лапочки, лапочки, лапочки. Давай. Всё, солнышко моё, идём пить кофе. Ну, ветерочка, как я говорю, нету. Так, ну всё, залезла уже на меня. Смотрите, залезла. Значит, ветерочка, хотя есть, флаг уже на... Вот только проговорила, и флаг начал сразу развиваться. Вот так. То всё. Да, моя лапочка, да. Сегодня нам, кстати, обещали, что будет, ну, попозже обещали, будет сильный ветер. Может быть, и будет. Похоже, что да. Вот только проговорила, и сразу начало всё развиваться. И флаг, как он начал развиваться. О, какой. И... Да. Ну, это ничего. Ветер тёплый, это не помеха. Прогулкам не помеха. Хочу вам показать свою работу. Вот такая у меня туничка вяжется потихоньку, потихоньку, и процесс идёт. Тут у меня уже осталось немножечко ниток. Так, это второй клубочек я заканчиваю. Ещё у меня есть один такой на 100 грамм синий и грамм, наверное, 80 белый. Ну, я думаю, что должно хватить. Я где-то хочу её сделать такую до колена. Вот здесь она будет такая расходиться, широкенькая будет. Ну, а туда будет сужаться такая вот туничка. Потому как на улице у нас уже жара-жара. Самая настоящая жара. И, может быть, пойдём или на набережную, на речку, и как раз мне она пригодится. Вот. Так что такая у меня работа. Ну, вот смотрите. Сейчас я, может, приближу. Вот такой вот рисунок идёт. Такая вот она у меня получается. Но главное, что это стопроцентный хлопок, и она не будет жаркая. Ну, конечно, после стирки она выровняется, будет ещё лучше. Сейчас ещё это всё в вязке. Ну, вот такая вот красотень получается. Получается. Ну, тут ещё, наверное, немножко, конечно, ну, ещё довяжется. Раз, два. В общем, работа кипит, как говорится. Ну, и я могу сказать, что мне это, конечно, очень нравится, захватывает. Просто, и я, когда вяжу, я немножко отвлекаюсь от всех этих событий, которые у нас вокруг происходят. И вот, ну, как-то себя нужно отвлекать. Потому что иногда настолько всё сложно, настолько всё серьёзно, что голова кругом идёт. В общем, показала вам. Хотя, говорят, половина работы не показывает, но я уже показала. Покажу, когда будет, конечно, полностью всё это сделано. Померяю, покажу вам, что из этого получилось. Ну, мне почему-то кажется, что должно быть отлично. А там у меня, знаете, кто? И там у меня девочка. Девочка, девочка. На солнышке. На солнышке. Вот так. У нас сегодня в Ирпене как бы праздник, не праздник, но, скорее всего, что праздник. Сегодня ровно два года, как освободили от россиян, от этих захватчиков, всю Киевскую область. Это и Буча, и Ирпень, и вокруг маленькие посёлочки освободили. Вот сегодня ровно два года. Ну, и солнышко светит, и такое, знаете, настроение как бы, ну, бальзам на душу. Как-то вот страшно, конечно. Могут устроить всё, что угодно. Мы готовы, потому что всё, что угодно может быть. Я сейчас, знаете, вспоминаю, когда за один день до войны я записывала видео. Записывала видео. На тот момент я не верила, что вообще такое может произойти. Я не верила, что могут прийти и убивать мирных людей. Я в это не верила никак. Что бы мне кто ни говорил, я в это не верила. И я записывала видео и говорила, ну что, вы танками на нас пойдёте? Будете нас душить? Будете нас убивать? Да, ну, пожалуйста. Ну, как бы я это всё с иронией такой говорила, рассказывала. И думаю, нет-нет-нет, ну, такого не может быть. И когда в 4 или в 5 утра началась бомбёжка, а я вообще как-то чутко сплю. И я когда услышала, я подскакиваю и говорю, что это? А Славя говорит, нас бомбят. Ну, сын, кто меня смотрит, тот знает. Сын у нас лежал прикованный в постели, он не ходил, он был почти парализован. И я к нему залетаю в спальню, а он говорит, мама, это война. Ну, конечно, мы все сразу начали смотреть, кто что пишет, и понимаем, что идёт наступление. Ну, тогда мы ещё не знали, что наступление идёт со всех сторон. Мы думали только с Белгорода на Харьков. Ну, а как оказалось, нас решили пробомбить со всех сторон. Это, конечно, было ужасно, это было страшно. И я с 24 февраля по 8 марта, кроме воды и лекарств, вообще ничего не смогла даже вообще кушать, ничего не могла. Только лекарства и вода. Просто у меня была страшная паника, и я не знала вообще, что делать. Вы понимаете, я была настолько растеряна. И когда я выглянула в окно и видела эти пробки машин, наша улица, где мы живём в Харькове, я не могу сказать, что это совсем там пустая, на ней никто не ездит. Ездят машины, но чтобы такое количество машин было, это просто кошмар. Просто кошмар. Тянучки, тянучки, тянучки. И Харьков начал оставаться без жителей. Очень много тогда выехало, очень много. Мы вернулись в мае месяце. 22 июня мы опять уехали. И вот с 22 июня мы вне дома живём здесь, в Ирпене. Скоро уже будет два года, как мы живём в Ирпене. Бросили всё, что у нас там есть, и живём в чужой квартире. Спасибо, что приютили, спасибо, что помогли. Детям спасибо, которые о нас беспокоятся по сей день. Ну, в общем, как я уже неоднократно говорила, вырвали из моей жизни два года. Просто вырвали. И что будет ещё дальше, никто не знает. Но я оптимист, я верю только в хорошее, только в доброе. И надеюсь, и верю, что всё будет доброе. Всё будет доброе. Как говорит Светочка, правая ножка вперёд, и всё будет хорошо. Як вам окажет, по-другому не як. Вот и я так скажу, по-другому не як. А, ещё хотела сказать, мне там написали, ну, может быть, и правильно написали, почему ты говоришь до сих пор на этой российской мове. Ну, я вам так скажу. Дело всё в том, что я буквально, ну, с самого рождения я разговаривала на этом языке. Да, я могу говорить на украинском, но это будет очень медленно. Почему? Потому что всё равно у меня здесь в голове я мыслю по-русски, а как бы в голове я перевожу. Это будет медленно, и иногда не все слова будут правильные, ну, может быть, и нужно как-то стараться. Я согласна с вами, что нужно стараться переходить на свою мову. Но не всегда у меня это получается. Как-то вот, ну, уже по привычке, наверное, всё-таки, ну, мой возраст. Кстати, мой возраст. За возраст заговорила. У меня скоро день рождения. Ну, сколько лет у женщины не спрашивают, поэтому я и не буду говорить. Видите, вот у меня на днях день рождения, поэтому донаты приветствуются. Кто хочет меня поздравить с днём рождения, пожалуйста, я с удовольствием приму от вас донаты. Кстати, под видео поставлю номер карточки. Может быть, кто-то меня и поздравит. Мне будет очень приятно. Ну, это так, как говорится, к слову. Что хотела сказать? Уже забыла. Господи, память моя девичья. Так вот, об украинском языке. Я совершенно согласна, что нужно, может быть, чаще говорить на украинской мове. Ну, честно вам скажу, вот, понимаете, мне быстрее что-то там сказать на русском языке. И ещё хочу о чём сказать. Вот это уже, наверное, касается всех тех, кто считает, что нас здесь в Украине притесняют, не разрешают нам говорить на русском языке. Так вот, здесь мы вот находимся, как я уже сказала, в Ирпене почти два года. Основная масса, ну, 98% разговаривают на украинской мове. И только 2%, если даже не меньше, говорят на русском языке. И вот мне ещё ни разу никто не сделал замечания, почему ты говоришь на русском языке. В некоторых, там, магазинах или там, где там мы бываем, я говорю по-русски, мне отвечают по-украински. В некоторых отвечают по-русски. Ну, нас, ну, ещё никто не сказал, что я не буду с тобой спилкуваться, спилкуваться, будто ты накажешь на украинской мове. Никто мне ещё этого не сказал. Это я, опять-таки, обращаюсь к тем, кто говорит, что нас тут притесняют. Я не знаю, откуда вы это берёте, кто вам это рассказывает, кто вам это в уши вбивает. У нас такого нет. Жили мы прекрасно, и будем мы жить прекрасно. И дай бог всем жить так, как у нас живёт народ в Украине. Это уже все поняли. Даже те, кто уехали временно жить за границу, и они очень скучают о нашей ныньке. Очень скучают, потому что нашу ныньку ни с чем не сравнить. Она у нас самая прекрасная. И наша мова самая спевучая. Славик выехал на первый раз в этом году. Счастливо тебе! Первый раз в этом сезоне решил прокатиться на велике. Смотрите, у нас тут уже... Сегодня утром смотрела, ещё не такое всё было. А тут уже прямо... Сейчас ближе приближу. Гляньте, какие зелёные-зелёные уже прямо почки. Кусты жёлтые. Ну, а Славочка поехал. Там напротив две бабулечки сидят. И как вы думаете, о чём они говорят? О политике? А ты, рыбка моя, ты о политике не говоришь, нет? Ты просто отдыхаешь на своей чесалочке, дралочке, да? Легла и балдеет. Но сейчас солнышко нас тут такое прямое не попадает на балкон. Поэтому скажи, хорошо мне. Вот так, зелёвочки, зелёвочки, мои зелёвочки. Да лежи, лежи. Лежи, я тебя не трогаю. Ой, как ты хорошо зеваешь. Отдыхай. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...